так минутку что-то не идет у вас тут да что-то связь наверно плохая так скажите кто вы откуда и что хотите игнатий тихонович это белгорода я смотрю ваши программы все все проповеди служения мне очень интересно хотелось узнать я сейчас смотрел богослужение с митрополитом сергием это же московский патриархат да они а мы к русской православной зарубежной церкви относимся ну и митрополит серги в московском патриархате да 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 и он к вам приезжал и служил все равно же да ну каждый год приезжает несколько раз а с откуда он сам митрополит как откуда ну патриарший как поставили его тут местную епархию до на 3 на 4 метра разбили а он старше над ними над епархиями над всеми этими а глава метрополии да глава метрополия иванников фамилия его а я думаю что то я и вроде как и не видел его нигде и не слышно и думаю поинтересоваться хотел спросить в календарь откройте патриарший календарь то он там на фотографиях а я понял я понял хорошо игнатий тихонович спасибо вам огромное за ваши проповеди за ваши беседы очень много людей насласть просто наслаждаются ими следим за каждыми вашими новостями за каждыми вашими проповедями за богослужением очень радуемся за вашу деревню молимся за вас желаем божьей помощи всего самого наилучшего вам ну спаси христос а вы сами то откуда с белгородской области у нас все записывается в интернет выставляется и разговор этот вами против нет не против конечно может у вас что то есть вопросы какие-то а пока ничего нет все какие у меня были вопросы я получаю на них ответы ваших проповедях ваших книгах и во всем во всем у вас замечательные труды пусть господь вас благословляет здоровья самого главного вам крепкого ну спасибо жизни на пользу христианам на пользу православной церкви и пусть вообще вообще господь укрепляет вас но я вас спросить хотела вы сами так как-то в церкви где-то работаете или просто прихожанин просто прихожанин просто прихожанин мне интересно очень ваша община ваша деревня потому что можно сказать при общей при всеобщем оскудении благочестия вы являетесь мы света чем просто видите тот от люди которые если не понимают они думают вот так вот как говорят народе тяп-ляп нет это ежедневный труд ежедневный притом бывает приезжают люди которые мало что знают но они хотят знать вот я начальник создатель детского лагеря это 45 лет без помощи государства тысячи детей ни копейки государства не дало и прошли как вы их кормите чем кормите за что но за что что они не хотят чтобы были дети верующими то они ничего не имеют дамы в их нормы которые санэпидемстанция им рисует а мы не можем ходить во первых они вредные а во вторых где же возьму мраморный туалет это не рублями не дали у меня минимальная пенсия но за 45 лет ни одного больного ни одного поврежденного то что-то значит нет конечно а у них пачками тонут вот в прошлом году роспотребнадзор нас тут душил душил подали в суд и суд не удовлетворил их требования они еще не получили они хотели связать с общиной и общем на 50 тысяч наказать что у меня нет проточной воды там разделочная доска не из того материала но такие глупости глупости но это при я как начальник создатель пришлось ликвидировать лагерь перешли в иной формат купили несколько домов и теперь в домах просто в гости дети приезжают посмотрим как они нас будут теперь да ну пусть бог вам помогает спасибо за все на свете пусть господь вас хранит дарует многое лето и здоровье крепко спасибо христос тут не видно было но не крутится на одном месте стоит тут а также крутится на одном месте и все да но если будут вопросы буду звонить вам ладно вы только сначала под скайпом напишите что вы там хотели при это поговорить чтобы я знал потому что у меня тут время распределенное могу я сейчас запустим или нет а то у нас идут занятия по скайпу по скайпу утренние молитвы вы видите понял понял я буду по момент когда звонят она просто пикает а я не могу даже зайти не как понял ну и раз уж вас господь благословит вот послезавтра среда тут полный канон андрея критского считать будут храме очень я вот заметил у вас можно я вам замечание сделаю вот у вас тут звездочка пятиконечная на футболке или как назвать да она вот у нас допустим мы обязательно ребятишек я бы засадили зашить или закрасить это масонский знак и на груди на сердце для христианина у которого крестик это то есть мы даже за этим смотрим вы видели у нас как одевается в храме наши сёстры мужчина у нас безбородых ни одного нету то есть эти правила сейчас поставить патриархии у них пустые храмы будут вот у нас до крещения до трех лет готовится 500 часов академических занятий а у них пять минут и все ладошка мокрая по голове мы не можем с этим согласиться мы не против патриархия против того что но ничего не делают и до уровня мирских людей все и поэтому сектанты одолевают а у них проповедовать и говорят но сборами полностью я сейчас внизу скину там про наши ресурсы не больше чтобы у вас было хорошо давайте пожалуй с богом бога благодарю вас спасибо и вам слава христу